Купим советские монеты дорого. Скупка советских монет. Итак, многие утверждают, что советская мелочь ничего не стоит, что советские монеты никто не покупает. Правда это или нет? Нет, не правда. Некоторые советские монеты могут принести вам от нескольких десятков до сотен долларов США. Но некоторые экземпляры и вовсе стоят тысячи. И это абсолютная истина. Но далеко не все монеты стоят больших денег. Так мы предлагали около 300 долларов за вот эти 15 копеек 1956 года. И забегу наперед, этих денег, предложенных нами, не хватило, дабы купить этот экземпляр. Что же это за монета такая и почему 300 долларов не хватило, дабы выиграть торги по этому лоту? Итак, знакомьтесь. 15 копеек 1956 года. Монета, выпущенная в СССР довольно-таки давно. Но, как видите, она немножко необычная. Многие заметили, что монета и вовсе может показаться странная. Рядом с монетой вы видите линейку, которая показывает диаметр этой 15 копеечной монеты. Вы видите, что монетка несколько меньше, нежели стандартный кружок самой монеты. Это все дело в том, что это довольно-таки редкий и необычный брак монеты СССР. То есть монета 15 копеек 1956 года очеканена на неродной заготовке. По ошибке, очевидно, по ошибке попал кружок заготовки не от монеты 15 копеек СССР, а от монеты 10 копеек СССР. Поэтому монета получилась меньше по диаметру, менее по массе и имеет довольно-таки специфический гурт. Вы видите, что рядом с обычной монетой 15 копеек, которая имеет полноценный гурт рубчатый по кругу, вы видите, что данный экземпляр имеет половину насечки, а половину гурт гладкий. Да и вес монеты, естественно, равен вес заготовки 10 копеечной монеты. То есть 1,8 грамма. Ну и для того, чтобы вы наглядно убедились, что слова наши правдивы, вы видите, что 15 копеек 1956 года от чеканенной заготовки для 10 копеек было выставлено на торги, но торги оказались неуспешные. 8 тысяч одной гривны не хватило, дабы купить этот лот. Очевидно, продавец запросил куда более серьезные деньги за эту монету. Безусловно, такой брак довольно-таки редкий. И сейчас на ваших экранах представлена стандартная монета 15 копеек 1956 года и 15 копеек 1956 года на заготовке от 10 копеек, дабы каждый из вас смог убедиться, что эта монета действительно необычная. 8 тысяч одна гривна – это чуть более 300 долларов США. Если у вас есть подобные монеты, а мы встречали монеты с подобным браком и 15 копеек 1957 года, также от чеканенной на заготовке 10 копеек, обязательно выставляйте их на интернет-аукционы или же предлагайте нам. Такие монеты интересны коллекционерам и стоят довольно-таки дорого. Желаем вам побольше редких, ценных и дорогих монет, удачных торгов на интернет-аукционах, зарабатывайте на нумизматике, пишите, что у вас есть интересного из монет СССР. Если данные монеты нас заинтересуют, мы обязательно купим их у вас. Не забудьте подписаться на канал, нажать лайк, написать что-нибудь в комментарии видео и обязательно прожмите на колокольчик, дабы ничего интересного не пропускать.